всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня начинаю такой домашний влог немного обо всем все как обычно у нас очень пасмурно за окном такое ощущение что уже ветер вечер поэтому я включила искусственное освещение надеюсь что будет хорошо меня видно прежде чем начать я хочу с вами поделиться еще одной своей покупкой для волос кто меня давно смотрит тот знает что я очень часто приобретаю какие-то средства но я вообще люблю уход за волосами я люблю их свои волосы испортить потом восстанавливать то есть вот такой вот у меня круговорот вечный я очень люблю это делать и поэтому пробуем множество различных средств и а кто меня давно смотрит узнает что я люблю также использовать средства не только на сами волосы но и на как те которые наносится на кожу головы для профилактики для укрепления волос для восстановления волос и так далее и тому подобное в общем я сильным выпадением волос не страдаю наверное как и многие я сталкиваюсь с выпадением волос осенью и весной и именно в этот период я кстати стараюсь приобрести какие-то средства ну скажем так для профилактики выпадения волос очень люблю всякие разные в общем всегда читаю в интернете кучу отзывов вам тоже советую и в этот раз точнее еще летом я увидела вот такую вот сыворотку и решила все-таки и и попробовать это сыворотки в ампулах упаковки идет 30 штук я заказала девочки на озон до постамата до до постамата да вот эти дверцы эти открываются до постамата у меня была доставка бесплатная на озоне и стоил он 1900 чем-то рублей там была скидочка на него поэтому я заказала на озоне это на на липосомальная сыворотка против выпадения волос против сильного выпадения и для роста волос для женщин вот такая вот коробочка давайте я вам сейчас покажу поближе и так вот так вот выглядит это сыворотка точнее сыворотки состоящие из 30 флаконов здесь я им уже вообще во всю пользуюсь видите заказала сазон вот но можно много где заказать и по-моему на аптеку в общем я напишу внизу в боксе где продается это сыворотка значит вот так дело выглядит здесь лежит соответственно бумажка и есть много различных сывороток описание для мужчин тоже у меня идет как раз вот это вот розовенькая для вот видите против сильного выпадения для роста волос для женщин препятствует выпадению волос восстанавливают густоту волос стимулирует рост волос вот именно такую я и взяла себе там значит смотрите здесь идут вот такие флакончики я поначалу их выбрасывала потому что я уже много использовала потом решила оставить показать вам вот так вот это все дело выглядит это вот у меня еще целое остались до соответственно 10 штучек здесь до 10 10 штук и вот пустой еще у меня уже использовано и вот здесь вот одна осталась то есть у меня не так много осталось курс получается рассчитан вот этот вот да на 30 30 флаконов соответственно один флакон нужно применять раз в день вот в общем здесь находится вот такая такая как такая таблеточка беленькая да как выглядит как порошок такой видите такая белого цвета вот нужно развести налить воду воду вот до сюда и хорошенечко встряхнуть она растворяется и получается такая мутная здесь вот наверное видно да такая мутная водичка беленькая хорошо растворяется одевается вот такой колпачок то есть после того как вы сняли и вот это вот получается здесь такая мягенькая штучка вы распределяете на пробор и видите вскройте флакон добавьте питьевой воды комнатной температуры до верхнего края этикетки или воды входящий в комплект у меня в комплект не было воды я обычную воду но кипяченую добавляю до энергично встряхните флакон до растворения таблетки таблетка растворяется очень хорошо быстро равномерно наносите сыворотку на пробор и участке с поредением или отсутствием волос осторожно массируйте пока сыворотка не впитается в кожу не смываете уложите волосы привычным способом промойте дозатор под струей воды я кстати иногда забывала промывать дозатор но он мне не засорился ничего с ним не случилось так что вот так вот выглядит это все дело вот такие вот это все стекла такие вот флакончики вообще курс этой сыворотки составляет три месяца и вот здесь вот на упаковке написано что производитель рекомендует для усиления эффекта использовать шампуни этой же марки и один флакон рассчитан на одно применение так она действительно получается пока нанесешь все вот эти вот проборы получается что он полностью вся сыворотка то есть открытую сыворотку хранить уже разведенную с водой хранить соответственно нигде нельзя волос на расчески меня реально вот то есть у меня осталось 10 сывороток я использовала но достаточно много уже волос на расчёске уже с каждым разом становятся все меньше и меньше у меня волосы длинные конечно мне ну когда расчесываю их обычно много у меня на расчёске несмотря на то что саму густоту волос я не терял но вот это вот естественное выпадение волос их стало действительно намного меньше с учетом того что Сейчас осень. Осень у меня всегда увеличивается выпадение волос, как у многих. Здесь сейчас стало намного меньше. Здесь вообще вот эта сыворотка, почему я обратила на неё внимание, потому что она идёт с липосом. То есть это оригинальная технология, которая обеспечивает направленное глубокое проникновение биологически активных веществ во все слои кожи головы с сохранением активности. Также эта сыворотка не вызывает эффекта отмены. И то есть вот эти вещества проникают в кожу головы и сохраняют там активность. Вот это мне очень понравилось в этой сыворотке. Именно поэтому я остановила на ней свой выбор. Что хочу сказать. Во-первых, так как там разводится вот этот как порошочек, я вам показала с водой, никак не пачкает волосы. Нет такого неэффекта склеенных волос, неэффекта жирных волос. Волосы быстрее не пачкаются. То есть они вот как я мыла раз в два дня волосы, так я и продолжаю мыть. То есть никак это не влияет. Волосы не становятся, знаете, вот такой колом как-то или как-то по-другому. Что я могу отметить уже, используя данную сыворотку, это то, что, во-первых, волосы вот в этой части, вот здесь вот, они стали очень-очень мягкими, гладкими, блестящими. И такими, ну, даже, наверное, где-то послушными. И начинают появляться маленькие волосики. Как вы видите, вот здесь вот у меня, видите, пробор такой, ну, неровный, да. И вот здесь вот у меня стали появляться такие маленькие-маленькие волосики. Вот здесь вот маленькие-малюсенькие. То есть я думаю, что даже, может быть, вот эта часть у меня израстет. И корни волос, то есть я буквально недавно красила волосы, и у меня уже вот столько отросло. То есть мне кажется, уже, то есть я вижу результат, и мне нравится, действительно нравится эта сыворотка. И волосы вот здесь вот вообще нереально мягкие. Вот эти вот волосики, да, которые вот, ну, такие маленькие, они у меня достаточно такие слабенькие, часто обламываются. Сейчас я чувствую, что вот они прямо становятся, как бы плотнее волос становятся. Нет, уже когда вот я, например, расчесываю волосы, уже меньше становится таких обломанных волосков. Вот здесь вот на, даже по длине, если брать. И, то есть я уже сейчас вижу эффект, и, конечно же, я буду дальше использовать эту сыворотку, потому что мне понравилось еще и тем, что никак не пачкает волосы, ничего такого не происходит. Если у вас такое усиленное выпадение волос, то совместно с, как здесь рекомендуют, совместно с шампунем от этой марки, да, еще раз вам покажу, но отлично будет использовать. Так что я осталась очень сильно довольна, девочки, вот прямо вообще довольна. Я, кстати, оплатила на Азоне онлайн и получила в постамате, как я уже говорила. Так что я могу вот с огромным удовольствием вам посоветовать, потому что мне действительно вот понравилось. Я считаю, что эффект от нее, если я буду дальше использовать, эффект от нее будет потрясающий. Единственное, что, конечно, гуще, чем вам дала природа, у вас волосы не станут. Но более плотнее или если вы хотите восстановить свою густоту волос, да, то вот это вот, мне кажется, лучшее из того, что я пробовала. Действительно, девочки, от всей души могу вам посоветовать. Я вам все ссылки, кому интересно, оставлю внизу в инфобоксе. Обязательно переходите, смотрите. Вот. Ну, а я хочу вам сегодня кое-что показать. У меня есть одна тоже новиночка, скажем так, в моем саду, за что спасибо моему мужу. Еще ко мне тут на днях приезжала моя сестричка, и мы вместе с ней пекли пироги. Я вам их сейчас покажу. Ну, и вот наша совместная сестричка творчества. Напекли мы с ней пирожки всякие разные. Конечно же, это сосиски в тесте. Куда без них. Наши мужчины без сосисок в тесте, как говорится, никуда. Вот. И сделали еще вот эти пирожки у нас с картошкой. Единственное, что они у нас полопались. Слишком много начинки мы туда положили. Но ничего. И вот такие вот пирожки с капустой. Капуста и яичко. Так что, да, вот такая вот у нас вкуснятина. Тесто у меня замешивала моя сестра. У нее, кстати, получается оно безумно вкусное. И всегда вот у нее пирожки. Вообще тесто, это вот прямо ее конек, можно так сказать. У меня оно почему-то не всегда вот такое вот получается, как у моей сестрички. Вот. Так что, в общем, полдня с ней лепили. Старались для наших мужчин. И чему они были несказанно рады, конечно же. Ко мне в гости еще приехал мой племянник. Вот. И, соответственно, для них мы и постарались. И еще мы сделали из слоеного теста, покупного слоеного теста, что-то наподобие штрюделя, как сказала моя сестра. Там начинка яблоки, корица, сахар. И просто завернули вот такие два рулетика. Запекли. Я для красоты, скажем так, посыпала сверху сахарной пудрой, чтобы просто они выглядели более-менее симпатично. Потому что слоеное, я его забыла обмазать, и оно не стало таким золотистым и симпатичным. Вот. Но рулет, кстати, получился очень вкусным. Просто делаете начинку и сворачиваете все рулетом, выкладываете, выпекаете. При 190 градусов я выпекала, может быть, минут 15, может быть, чуть-чуть побольше даже. Вот. Я таймер не ставила по готовности, скажем так. Все пирожки и вот эти вот рулеты вытаскивала. Вытаскивала, вот. Так что вот такие вот мы с ней вдвоем, вдвоем накрутили, налепили. Вот. Ну, получилось действительно очень вкусно. Мужчина моя, конечно, больше по булочкам с картошкой, и с капустой, и с сосиской в тесте. Но мы с сестричкой с удовольствием попили чай вот с таким штруделем, как сказала моя сестра. Но штрудель готовится немножко по-другому. Это я знаю, но получилось тоже очень вкусно. А еще мне сестричка из своего огорода привезла вот такую свеклу. Смотрите, какая у нее свекла огромная. Но она очень вкусная, вот эта у нее свекла, вообще обалденная просто. В общем, она меня подкармливает, сестричка моя. Вырастила всегда такую. Вот. Свекла огромная. Да, Босика? Тоже, наверное, ее отварю. Просто с чесночком сейчас сделаю. И с сметанкой. Будет вкусно. Она очень, не знаю, что за сорт, девочки. Но вот такая прям огромная. Да, Босичка? Ищу девочке вот такую морковку. Тоже она вырастила ее у себя в огороде. Такая морковка-мутант. Как я ее назвала, но это действительно, смотрите, такая. Вот это вообще красота, да? Такая красотуля морковка. Ужас. Вот. Так что сестричка меня тут овощами подкармливает. Вот. Но она много сажает всегда, у нее всегда много. Она потом все раздает. Но она любит у меня всякие огороды и так далее. А я вот как раз поставила вот эту огромную морковь, свеклюну вариться. Сейчас буду свариться. На ужин сделаю этот с чесноком и с сметаной. У меня любят мальчики такое. Еще, девочки, хочу вам показать. Похвастаться, так сказать. Смотрите, что у меня теперь есть. Парник. Ура-ура. Это муж мне сделал парничок вот такой. Сделал он все сам. Там уже земля. Сейчас я вам открою. Смотрите, ручку. У меня еще такую красивую сделал. В общем, вот такой вот у меня теперь классный парничок. Но еще не доделал. Муж вот здесь вот из... То есть доделывает как раз из вот... Как это? Поликарбонат, да, называется. Вот. Так что вот такой вот у меня парничок. Землю сюда мне привез. Вот. Я потом тут, конечно, все сделаю. Так что в следующем году буду сажать сюда... В общем, всякое буду сажать. Видите, вот там вот еще немножко не доделано. Но муж будет все делать. Вот его инструменты. Вот. Ну, хочу... Я много сажать не буду. Хочу просто, ну, всякого разного посадить. Там помидорчики, огурчики. Там что еще? Перчик, может, какой. В общем, посмотрю в следующем году, что сюда посажу. Но вот такая вот у меня теперь... Я очень рада, на самом деле, что наконец-то мы поставили парничок. Ну, все, руки не доходили. Знаете, меня тоже спрашивали. Боныч моя тоже со мной вышла. Спрашивали, почему у меня нет парника. Ну, потому что покупать готовый муж у меня не хотел. Готовый стоит там, ну, прилично денег. Сколько там я смотрела? Двадцать с лишним тысяч. Вот. А он все хотел сам сделать. Но самому тоже время, конечно же, нужно то, чтобы все это сделать. И... Вот. Так что вот теперь в следующем году... Девочки, я на самом деле очень рада. Пусть у меня будет там небольшой какой-то урожай, но вот так вот сорвать, скушать, и будет отлично. Хотя парничок, я думала, что будет меньше, но он оказался такой... Не знаю, какого размера тут. Вот. Но достаточно большой. Муж доски такие вот сделал. Так что... Так что вот такая вот. И ручку такую-то у него откуда-то осталось. Такую красивую ручку у меня сейчас сделал. Так что... Вот здесь тоже с землей. Муж и земли тоже привез. Землей все обсыпаем. Так что вот такой вот у меня... Красивый теперь парничок. Да, босика? Думаю, девочка. Думаю, хорошая такая у меня. Тоже со мной ходит. Тут, кстати, наша... Черешня вот эта вот. Тут уже ничего. Почечки всякие. Вот. Так что... Так что вот так, Бося, будем... Будем с Босей сажать в следующем году. Всякое разное. Ну и тут землей тоже мы выравниваем. Ну вот здесь тоже потом хотим... Это у нас сливы такие. Не очень... Не очень сливы, я бы сказала. Здесь тоже такая маленькая слива. Полупогибшая. Вот. Ну, в общем, будем выравнивать. Тут тоже хотим посадить еще деревья. Ну, различные. Не знаю, каким в следующем году. Вот. Ну, посмотрим тоже. Потихонечку. Вот. Так что... Вот такая земля. Потому что у нас все здесь было засыпано песком. Вот. Сверху земелька. Дренаж там у нас еще проложен. Так что вот такая вот. Вот такая вот у меня красота. Знаете, какой-то специальный для теплиц муж купил. Вот этот вот покупал. Он, по-моему, либо в Леруа, либо в Обе. Так что я прям очень рада, девочки. Буду теперь... Буду теперь сажать всякую ерунду туда. С Боссей. С Боссей-барбосей. Ну, тут все. Я ухожу. И она тут со мной ходит. Да? С мамой ходишь. Тут тоже все проверяешь. Чтоб все было в порядке. Да? Чтоб папа все... Папа все хорошо сделал. Будем потом в следующем году с ней сажать. Да? Красоточка моя. Ну, вот у меня как раз остыла свекла. Я ее отварила. Добавила сюда немножко сметанки и чеснок и, соответственно, соль. Очень у меня так любят все домашние. Также сегодня пожарила я печенку. Вот сейчас ее как раз тут дожариваю, скажем так. Это куриная печенка. Я ее просто, ну, специи добавляю, обваливаю в муке и обжариваю с двух сторон до готовности. Переворачиваю вот так вот. Меня любят, когда вот такая получается мучная корочка. Мужчины мои очень любят. Конечно же, готовлю для них, поэтому и делаю так, как им нравится. На гарнир у меня сегодня макароны. Это я вот такие покупала. Борила вот такие большие. Они прям получились. Так что тоже варятся вовсю. Так что вот такой вот у нас сегодня получается ужин. Ну, пирожки, это, конечно, так просто баловство, скажем так. Вот. Ну, и на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным, интересным. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok